Владимир Путин, молодец! Политик, лидер и борец! Наш президент страну поднял! Россию Путин не предал! Слушайте, наткнулся тут на интервью министра финансов Силуанова. Оно не первой свежести, сразу предупреждаю, полтора месяца тому интервью, но вот что меня зацепило. Отвечая на вопросы журналиста, в числе прочих, чиновник затронул такую тему, как прогрессивное налогообложение. Объясню на пальцах, о чем речь. Уже не первый год ходят разговоры о так называемом налоге для богатых людей, налоге на роскошь, как угодно его пытаются обозвать, что предлагают сторонники инициативы. А коль скоро, говорят они, в России сегодня разница между богатыми и бедными не просто велика, она бросается в глаза. Ну, одни зарабатывают там 15 тысяч в месяц, а другие до нескольких миллионов иногда в день. При этом зарабатывают такие деньжищи люди не потому, что они какие-то сверхгениальные. Они ресурсы наши общие продают или пользуются достижениями советского наследия, богатея с космической скоростью. Так вот, с дохода таких тружеников авторы идеи предлагают брать отчисления чуть побольше, чем с остальных россиян. Не 13% НДФЛ, а, например, а, скажем, 26%, может быть, 30%. Знаете, что об этом сказал Силуанов? Подробности через несколько секунд начинаем. Ну и, господа, барабанная дробь, почти цитирую слова чиновника, это нецелесообразно. И вот теперь попытайтесь прочувствовать. Богатые люди не глупые, они всегда найдут возможность не оплатить этот самый прогрессивный налог. Перейдя, скажем, на работу по черным схемам, а то и вовсе деньги из страны выведут. Браво, друзья! Это брякнул министр финансов страны. Мы знаем, что богатые люди не глупые найдут пути, как обойти это решение. Видя, да в том числе, могут и вывезти вообще деньги из нашей страны. Если перевести на совсем понятный язык, данное высказывание могло бы выглядеть так. Людишки, они умные, потому и богатые, а вы лохи, тупые. И потом, главное-то, чего мы боимся, мы олигархам прогрессивный налог, они в тени идут, начнут грабить страну уже совсем в наглую. Как с этим бороться, мы не знаем, поэтому даже пытаться не будем. Блеск! Слушайте, а нахрена нам такое государство, которое не знает, как бороться с коррупцией, которое не в состоянии заставить прихватизаторов, получающих сверхприбыли от использования национальных богатств, делиться? Я имею в виду официально, через систему налогообложения. Вот если провести параллель, представьте себе интервью, например, министра внутренних дел, тому же Первому каналу, который бы ляпнул. Ну, что-то мы подумали, какой смысл от того, что мы ловим всех этих бандитов, убийц, насильников. Ну, поймаем мы их, отсидят они свой срок, выйдут и пойдут дальше грабить, убивать, насиловать. Да пусть тогда гуляют. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович... Владимир Александрович... Тфу, извините. Хотя вот сейчас подумалось, ведь получалось у наших властей кидать вызовы хозяевам жизни. Так давайте вспомним начало двухтысячных. Как Владимир Путин с семибанкирщиной боролся. Прижал ведь всех к ногтю. Березовский с Гусинским в результате сбежали, и не только они. Тогда огромное количество папиков с родины ухиляло. Ходорковский присел далеко и надолго. Путин очень мелкий и мстительный человек. И он решает свои личные вопросы с помощью государственной пенитенциарной системы. То есть государственные тюрьмы, прокуратура, суд. К слову, в тот момент, обратите внимание, у Путина, я имею в виду его противостояние с олигархами, позиции-то были гораздо скромнее, чем сегодня он еще не был тем, кем стал теперь. И тем не менее получилось. Сейчас-то что изменилось? Напротив, если рассуждать логически, прошли годы, опыта должны были набраться в этом вопросе нашей власти. Я имею в виду в вопросе борьбы с коррупцией. В вопросе, как заставить платить деньги в казну всех и каждого нам, главный казначей страны в эфире национального канала, говорит, да не знаем мы, чего с этими ребятами делать. И мы еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это реальная журналистика. Несем массы радости в этот раз. Поехали! А в Государственной Думе затеяли ремонт. Между прочим, ну помните, у них крыша текла? Нет, нет, не о том подумали. Я имею в виду крыша здания в зале заседаний, которая потекла в прямом смысле. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что за последние буквально два года парламентом страны приняты очень системные, серьезные, взвешенные решения, правовые. Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет. Ну что я могу сказать? Так, коллеги. Тогда, собственно, и решили депутаты, ну давайте отремонтируем что ли здание. Спикер Володин предложил даже немного демократичности будущему обновленному залу добавить. И вот сейчас стало известно, во сколько нам с вами та крыша и та демократичность обойдется. Изначально на ремонт хотели выделить 700 миллионов, в этот раз решили мало и увеличили сумму расходов до 2 миллиардов. Какая прелесть! Два ярда на ремонт и демократизацию одного здания, если кто-то не понимает, сколько это, а это годовой бюджет среднестатистического города России с населением тысяч в 250-300 человек. Ну вот, например, Невинномыска. На эти деньги в Невинки строят дороги, ремонтируют школы, больницы, детские сады, платят зарплату бюджетникам и бла-бла-бла. Столько же будет стоить отремонтировать одно здание в Москве, и то не полностью. Ну давайте посмотрим, что они там ремонтировать-то собрались. Кроме зала заседания и крыши, перестроят столовую, два кафе, рестораны, кулинарии. Это реально важно, как депутаты без ресторана и без кулинарии. Это оно самое интересное, господа. Только контракт на составление проектной документации обойдется бюджету в 123,5 миллиона рублей. Ребят, проектная документация – это чертежи. 123 ляма. Я думаю, что сейчас все архитекторы и дизайнеры по интерьеру в России заплакали просто. Им за несколько лет жизни столько не заработать, потому что начертить два кафе, ресторан, кулинарию и зал заседаний – 123 миллиона. А вот теперь хочу обратиться к тем, кто любит писать в соцсетях, а они там в своей Москве зажрались серьезно. Правда-правда, на хлебозаводе Черкизова уже неделю продолжается голодовка. Людям не платят зарплату несколько месяцев, а на днях вот и руководство предприятия куда-то слилось. То есть денег не будет уже точно. Вместо шума оборудования – кромешная тишина. Еще на прошлой неделе это предприятие производило более 13 сортов хлеба. Но затем завод, построенный в 1933 году, который бесперебойно работал в годы Великой Отечественной войны, остановился. Полноценную зарплату люди не получают уже пять месяцев. Все это время на карту приходило то две тысячи, то пять. Нам по чуть-чуть платили, ну в смысле пять тысяч. Остальное потом дадим, потом еще, допустим, пять тысяч. Вот так вот и тянули, выдавали нам, чтобы штаны поддерживались. Чтобы вы понимали, это не какая-то мелкая пекарня. Завод производит 750 тонн хлеба в сутки. Треть Москвы обеспечивали своей продукцией. Представляете, какой это гигант. У холдинга также есть собственные мукомольные предприятия, элеваторы. Такие структуры незаметно не схлапываются. Значит, угробить завод решили намеренно. И не вчера более чем уверен, что кто-то из представителей власти о готовящемся китке знал и поспособствовал этому. Вот эта квартира куплена в ипотеку. Я за нее ежемесячно должна вносить 40 тысяч плюс коммунальные платежи. Производя каждый день ежесуточно около 80 тонн хлеба, у нас нет денег. Счета завода заморожены с августа из-за долгов. В результате прибыль уходит либо в налоговую, либо на зарплаты сотрудников торгового дома «Настюша», которому принадлежит завод. Откуда долги? История долгая и запутанная. Не хлебом единым. Хотели кормиться бенефициары. Собственник группы компаний «Настюша» Игорь Пенькевич уже год под арестом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Из-за недостроенных жилых районов «Царицына-1» и «Царицына-2», где «Настюша» выступила инвестором. Вот даже комментировать это не знаю как. Зато мы постоянно говорим о каких-то там прорывах в экономике, о поддержке малого и среднего бизнеса. Вот оно. Реально действующее предприятие, которое дает огромное количество рабочих мест, которое приносит деньги в бюджет, и вот что с ним в данный момент делается. Если уже в Москве с подобными предприятиями поступают таким вот образом, что тогда в провинции творится и о каких прорывах можно вообще говорить? С колен мы встали. Блин, в какую позу? Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал. Ссылка сверху. В соцсетях тоже жду. Там тоже маста пищи для размышлений. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. И я же за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Считаю, что борьба с коррупцией сегодня является главным злом. То есть... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова